Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим нежный дрожжевой кулич с изюмом. Для начала приготовим опару. В теплое молоко всыпаем сахар и дрожжи и оставляем минут на 15 подниматься. Изюм замачиваем кипятком. В чашу смешиваем яйца, сахар, соль, ванильный экстракт и слегка взбиваем венчиком. Затем будем вливать нашу опару. Далее просеиваем половину муки и замешиваем жидкое тесто. Просеиваем оставшуюся муку. Муки больше, чем в рецепте, не добавляйте, так как оно должно быть достаточно липкое. Продолжаем мешать тесто руками, либо миксером с насадкой крюк, около 10-15 минут. Аккуратно вмешиваем в тесто изюм. Затем вмешиваем в тесто сливочное масло по маленькому кусочку. Затем вмешиваем в тесто сливочное масло. Когда тесто готово, перекладываем его в чистую посуду, накрываем пищевой пленкой, делаем сверху небольшое отверстие и отправляем подниматься на час-полтора. Когда тесто поднялось, перекладываем его на рабочую поверхность, припыленную мукой. Тесто скатываем в шар и заполняем форму примерно наполовину. Форму для куличей предварительно нужно смазать сливочным маслом. И снова отправляем тесто на расстойку, оно должно увеличиться примерно в два раза. У меня тесто поднималось в духовке, разогретой до 45 градусов. Подошедшие куличи выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30-40 минут до готовности. Если шапочка у кулича началась слишком сильно румяниться, тогда прикройте ее фольгой. Украшаем куличи. Я его украшала с помощью растопленного белого шоколада и лепестков миндаля. Куличи по этому рецепту получаются очень нежные, мягкие и воздушные. Всем спасибо за просмотр! Надеюсь, видео вам понравилось!